Правительство увидело большие пенсии отставников. Так устроен наш мир, что зависть к соседу всегда присутствует в человеческом обществе. Кто из военных пенсионеров не слышал шипения за спиной, такой молодой, на нем еще пахать и пахать, а он пенсию получает больше меня, который 25, цифра не особо важна, отработал на вредном производстве, на севере, Дальнем Востоке и так далее. Зажрались эти военные. И не важно, что бывший военнослужащий служил, возможно воевал, рисковал собственной шкурой, защищал Родину наконец. Что мотался по гарнизонам как лист осенний, гоняемый служебной необходимостью из огня до вполымя. Что дети поменяли по нескольку школ, пока получили долгожданный аттестат. Не важно, что жена, имея высшее образование, часто просто сидела дома из-за отсутствия хоть какой-то работы. Трусы. Важно, что он молодой и на нем пахать можно. Еще противнее шипение по отношению к сотрудникам силовых структур. Что же вы не защитили нас, когда СССР разваливали? Что же вы не остановили предателя Горбачева? Трусы. И не важно, что этот ветеран много раз брал преступников. Не важно, что именно такие, как он, спасали людей от бандитов. И что в теле несколько лишних шрамов от порезов, а то и от пуль. Все не важно. Важно, что получает он больше меня. Бунт на корабле. Шаманов возмущен отношением к армии. 23 октября в Государственной Думе будут в первом чтении обсуждать проект закона о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Документ большой, важный. Поэтому первое чтение проводится по уже давно сложившейся системе. В начале этот проект рассматривается на соответствующем комитете Госдумы. Естественно, получил свой экземпляр и комитет по обороне, возглавляемый генералом Шамановым. После ознакомления с представленным правительством проектом, особенно в части планируемых повышений заработной платы гражданским сотрудникам МО, денежного содержания военнослужащих и пенсии военным пенсионерам, в ГД разразился скандал. Достаточно привести одну фразу у депутата генерала Владимира Шаманова, которую он разместил на официальном сайте Государственной Думы. Дальнейшее игнорирование решения данной проблемы категорически недопустимо. Теперь по порядку. Что же так возмутило Комитет по обороне и ГД? И почему депутаты, в прошлом боевые офицеры и генералы, так возмутились содержанием проекта бюджета на 2020 год? Казалось бы, кто-то, а они и то помнят знаменитую фразу нашего премьера «Денег нет, но вы держитесь». Но депутаты прекрасно знают и другую правду. Правительство Российской Федерации хорошо устроилось. Что не бумажка, то рапорт о победе НАД. Бюджет профицитный. Денег в загашнике куры не клюют. Девать некуда. Любая проблема будет решаться без особого напряжения мозга. Выделить местным органам власти столько-то миллионов, миллиардов, для быстрого устранения. А что возмущаются военные? Давайте посмотрим, как увеличилось денежное содержание военнослужащих за последние 7 лет, с 2012 года. По словам заместителя министра обороны РФ генерала армии Татьяны Шевцовой, которая и занимается денежными вопросами. Самиму, денежное содержание армейцев не только соответствует всем обещаниям и указам президента, но и дает военным полное ощущение собственной значимости. Есть только одна проблема. Откуда считать будем? За министра пошла старым проверенным, советским еще, способом. Помните знаменитое по сравнению с 1913 годом? Вот и наши разы выглядят примерно так же. По сравнению с 2012 годом. А не расскажет ли нам уважаемый генерал армии и выдающийся военный деятель, именно так написано в Википедии, сколько раз за это время индексировалось денежное содержание. К примеру, до 2018 года. Я помню, как в 2012 году были удивлены офицеры. Такая прибавка на тот момент у большинства около третьих раз, да еще и приказ министра о премиях, приказ номер 400, в 2-3 раза выше месячного жалования, действительно воспринималось как чудо. А то, что при этом были ликвидированы некоторые социальные льготы, никого не смущало. Серьезно потолстевший кошелек в кармане компенсировал все. Мы держим среднее денежное удовольствие по уровню ведущих отраслей нашей экономики. На этот счет тоже есть указ президента, который обязывает соблюдать эту тенденцию. В этом году запланирована очередная индексация, которая будет произведена с 1 октября. И в части повышения денежного удовольствия мы этот уровень соблюдаем. То, что написано выше, никак не объясняет бунт Комитета ГД по обороне именно при обсуждении бюджета 2020. Почему же проект завернули для доработки? Для этого необходимо опять вернуться чуть-чуть назад. Из интервью Т. Шевцовой российской газеты. Денежное удовольствие военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации будет расти ежегодно вплоть до 2021. Размер индексации составит 4% в год. На эти цели в оборонный бюджет нынешнего года заложили 18 миллиардов рублей, а само повышение произойдет с января. В 2019-м перерасчет армейского жалования выполнит с 1 октября. На повышение денежного удовольствия планируется потратить 22,6 миллиарда. Аналогичный срок и процентное повышение запланировано на 2020. Под эту индексацию военных выплат в бюджете предусмотрено 41,2 миллиарда рублей. Военные пенсии будут увеличены на 4% не только в 2018 году, но в 2019 и 2020 годах. Увы, но в проекте бюджета на 2020 уже нет четвертых процентов. Есть запланированная цифра в 3,8% на 2020 год и 4% на 2021. А вот за счет сэкономленных таким образом средств планируется увеличить строительство и содержание зданий и сооружений МО. Так что, уважаемые отставники, радуйтесь увеличению пенсии на 1,5 тысячи, в среднем, и не возмущайтесь. Денег нет, но вы держитесь. Почему происходит то, что происходит? Чего греха таить? Когда в стране началась пенсионная реформа, военные пенсионеры чувствовали себя более защищенными, чем их гражданские обратные слэш-собратья. Армия своих не бросит. Армейские пенсии всегда были и будут выше гражданских. Пусть не намного, но отставники будут жить лучше. Но сколь веревочка не вейся. В условиях проведения пенсионной реформы правительство просто не могло не заметить такой лакомый кусок, как военные пенсии. Денежное содержание военнослужащих трогать нельзя. Побегут из армии молодые офицеры и контрактники. Мы это уже видели совсем недавно, когда капитаны массово уходили в народное хозяйство от безнадеги. А вот пенсии можно. Бежать-то пенсионерам некуда. Позади Москва, долгие годы службы. Создается такое впечатление, что пенсионная реформа теперь напрямую будет касаться именно пенсионных выпалот. Всеми правдами и неправдами правительство будет стремиться уравнять пенсии отставников и гражданских пенсионеров. Военные пенсионеры будут получать в пенсионном фонде пенсию на обычных для гражданских лиц условиях. Министерство обороны будет просто доплачивать какие-то деньги за особые условия службы или нечто подобное. Кстати, на первом этапе, если провести эту реформу грамотно, общая сумма пенсии военного пенсионера может даже увеличиться. Но через какое-то время путем забывания ежегодных инфляционных компенсаций можно свести сумму доплат до мизера. В целом же, если рассматривать ситуацию с разных сторон, получается, что изменение порядка выплат военных пенсий не избежать. Так же, как не избежать и постепенного выравнивания военных и гражданских пенсий. Главное, чтобы это не сказалось на качестве армии. Я не зря упомянул 2012 год и повышение денежного содержания военнослужащим. Повышать пенсии необходимо повсеместно. Только вот не получится ли у нас все с точностью да наоборот? Не гражданские пенсии подтянут до уровня военных, а военные опустят до уровня гражданских. Хотелось бы верить в том, что этого не произойдет. Продолжение следует...